Привет! Итак, отвечаю опять же на ваши вопросы в комментариях под моим видео. Или постами, допустим. Но это был на мой пост, когда я скажу, я завидую моим клиентам. Я скину ссылочку на этот пост. Но, о чем я хотела поговорить, это о стрессовом похудении. Очень часто, если вы не замечали, некоторые, как же это мне пишут, я по себе знаю, некоторые во время стрессовых ситуаций начинают, наоборот, больше кушать, правильно? Ну, тут еще стрессовая ситуация может отличаться от одной, ну что у меня бывает, когда я, наоборот, хочется сорваться, наесться, а бывает, естественно, все отключается, ты не хочешь кушать и так далее. И стрессовое похудение, оно очень опасно тем, что те, которые не едят во время вот этих стрессовых ситуаций, они худеют, да, они худеют. И очень часто, и я уверена, если у вас такие были моменты, напишите в комментариях, очень часто мне потом говорят, там вспоминаю, с таким, знаете, с радостью, что вот у меня там что-то произошло, я там стрессовала, я не ела, я так похудела, я такая была стройная, а что произошло потом? А потом еще больше поправилась, понимаете? Что получается? Организм, опять же, вот в этой стрессовой ситуации, он как закрывается, он держится, то есть я ничего не хочу избавляться, то есть, и тем более ты в этом состоянии, ты вот как у некоторых, и не хотите кушать, то естественно, вы урезаете свою калорийность, и за счет этого вы худеете. Но проблема в том, что начинается потом. Организм расслабляется, мне хорошо, и то, что вы ему не додали, он начнет это у вас еще больше забирать. И вы вроде будете питаться, как и до этой стрессовой ситуации, но будете поправляться очень быстро. Поэтому такие стрессовые похудения, это самое худшее похудение, которое можно придумать. Поэтому старайтесь, я не говорю, что когда у вас стресс, вы старайтесь заставлять себя кушать, но будьте готовы, что будет после этого. Очень часто после вот таких стрессовых похудений, очень быстро набирается, чтобы этого не произошло. Поэтому постарайтесь в течение вот того, так, после стрессового периода, опять же, держать режим питания, постарайтесь подключить тренировки. Потому что, опять же, помните, когда вы тренируетесь, вырабатывается такой гормон радости, который вам может помочь, опять же, совладать с гормоном кортизолом, который вырабатывается во время стрессовых ситуаций. Поэтому тренировки всегда меня спасали в любых стрессовых ситуациях. И вам советую тоже подключить тренировки, независимо, это будут бодибилдинги, там тренировки, это будут танцы, это будет йога, просто прогулка по улице. Это всегда может помочь вам с тем уровнем стресса, с тем уровнем кортизола этого гормона, чтобы его, он слишком не прыгал, и потом же не было вот этого обратного набора жирка. Поэтому вот если Лара написала, что когда стресс заедают тортам, тортикам некоторые, а я наоборот равнодушна. И опять же, к сожалению, я не говорю, что Лара, у вас в этом был случай, но очень часто бывает, что именно после вот таких стрессовых ситуаций девушки начинают еще больше набирать вес, потому что организм старается, опять же, вернуть себе все, что он потерял за то время, когда вы не ели в этих стрессовых ситуациях. Надеюсь, у вас такое не произошло. Если было, пишите, или вы оборот больше кушаете при стрессе, или вы не кушаете, но потом происходит набор жирка. Окей?